Долго я странствовал по разным местам с сопутствовавшей мне Иисусовой молитвой, которая ободряла и утешала меня во всех путях, при всех встречах и случаях. Наконец, стал я чувствовать, что лучше бы где-нибудь остановиться на одном месте, как для удобнейшего уединения, так и для изучения добротолюбия, которое, хотя и понемногу я читал, приютившись на ночлегах или при дневном отдыхе, однако ж было сильное желание, чтобы постоянно углубляться в онное и с верою почерпнуть из него истинное наставление ко спасению души через сердечную молитву. Но, как согласно тому моему желанию, я нигде, ни в какую посильную работу наняться не мог, по причине совершенного невладения левой моей рукой, самого малолетства. А потому, будучи в невозможности иметь постоянный приют, я пошел в сибирские страны, к святителю Иннокентию Иркутскому, с тем намерением, что по лесам и степям сибирским мне идти будет безмолвнее, следственно и заниматься молитвой и чтением удобнее. Так я и шел, да беспрестанно творил устную молитву. Наконец, через непродолжительное время почувствовал, что молитва сама собою начала как-то переходить в сердце, то есть сердце при обыкновенном своем биении начало как бы выговаривать внутри себя молитвенные слова за каждым своим ударом, например, «Господи», «Иисусе», «Христе» и прочее. Я переставал устами говорить молитву и начал с прилежанием слушать, как говорит сердце, помня, как толковал мне покойный старец, как это было приятно. Потом начал ощущать тонкую боль в сердце, а в мыслях такую любовь к Иисусу Христу, что казалось, что если бы его увидел, то так и кинулся бы к ногам его, и не выпустил был их из рук своих, сладкало бы зая до слез, но благодаря, что он такое утешение о имени своем подает, по милости и любви своей, недостойному и грешному созданию своему». Далее начало являться какое-то благотворное растепливание в сердце, и эта теплота простиралась и по всей груди. Это обратило меня в особенности к прилежному чтению добротолюбия, чтобы как поверять мои ощущения, так и изучить дальнейшие занятия внутренней сердечной молитвой. Ибо без этой поверки боялся, чтобы не упасть в прелесть или не принять естественных действий за благодатные, и не возгордиться скорым приобретением молитвы, как слышал я от покойного старца. А потому я шел уже более по ночам. Одни преимущественно провождал в чтении добротолюбие, сидя в лесу под деревами. «Ах, сколько нового, сколько мудрого и доселе неведомого открыло мне это чтение. Упражняясь в нем, я вкушал такую сладость, какой до сего времени не мог и вообразить». Правда, хотя некоторые места были непонятны при чтении глупому уму моему, но последствия, происходящие от сердечной молитвы, разъяснили мне непонимаемое. К тому же изредка видывал во сне и покойного старца моего, который многое толковал мне и все более наклонял несмысленную душу мою к осмирению. «Слишком два летних месяца я так блаженствовал. Путешествовал более лесами да проселочными дорогами. Если приду в деревню, попрошу себе сумку сухарей да горсть соли, да налью бурачок воды и опять пошел в верст на сто». По грехам, что ли, окаянной души моей, или по потребности в духовной жизни, или лучшему наставлению и опытности, под конец лета начали являться искушения. А именно, вышел я на большую дорогу. В сумерки нагнали меня два человека, похожие сголовно солдат. Стали у меня требовать денег. Когда я отозвался, что не имею ни копейки, они сему не верили и дерзко кричали «Врешь! Странники много набирают денег!». Один из них сказал «Да что с ним много говорить!» Ударил меня дубиной в голову так, что я упал без памяти. Не знаю, долго ли я лежал без чувств, но очнувшись увидел, что я лежу у леса, близ дороги, весь раздерганный и сумки моей нет. Одни только перерезанные веревки, на которых она была несена. Слава Богу, что не унесли паспорт, который лежал в ветхой моей шапке, на случай скорейшего показания, где требуют. Вставший я горько заплакал, не столько от головной боли, сколько о том, что лишили книг моих, Библии и добротолюбия, бывших в унесенной сумке. Ни день, ни ночь не переставал я скорбеть и плакать. Где теперь моя Библия, которую я с малых лет читал и имел всегда при себе? Где мое добротолюбие, из которого я почерпал и наставление, и утешение? Лишился я несчастной и первого, и последнего сокровища в моей жизни, еще не насытившись онным. Лучше меня совсем бы убили, нежели жить мне без этой духовной пищи. Не могу уже теперь опять приобрести их. Два дня я едва передвигал ноги, изнемогал от всего горя, а на третий совсем выбившийся сил упал под куст и заснул. Вот и вижу во сне, будто я в пустыне, в келье старца моего, оплакиваю свое горе. Старец, утешая меня, начал говорить, это тебе урок без пристрастия к вещам земным, для удобнейшего шествия к небу. Тебе это попущено для того, чтобы не упал ты в сластолюбие духовное. Бог хочет, чтобы христианин совершенно отвергался своей воле, хотенье и всякого конному пристрастия, и совершенно предался бы в его божественную волю. Он все случаи устраивает к пользе и спасению человека. Он хочет, чтобы все люди спаслись. А потому ободрись и веруй, что при искушении даст Господь и облегчение. И ты вскоре утешишься гораздо более, чем теперь скорбишь. При этих словах я проснулся, почувствовал укрепление в силах, и в душе как бы какой-то расцвет и успокоение. Да будет воля Господня, сказал я, перекрестился, встал и пошел. Молитва опять начала действовать в сердце по-прежнему, и дня три я путешествовал спокойно. Вдруг нагоняю по дороге этап колодников, ведомых за конвоем. Поравнявшись с ними, я увидел двух человек, которые меня ограбили. И так как они шли с краю прочих, то я упал им в ноги и убедительно просил их сказать, где мои книги. Сначала они не обратили на меня внимания, а потом один из них начал говорить, если что-нибудь дашь нам, то скажем, где твои книги. Дай нам, целковый. Я побожился, что дам, непременно дам, хоть Христа ради, напрошу по миру. Вот, коли хотите, возьмите под залог паспорт мой. Они сказали, что книги мои в обозе везутся, с прочими обысканными у них воровскими вещами. Как же я могу получить их? Проси капитана, который нас провожает. Я бросился к капитану и объяснил все подробно. Между прочим, он спросил меня, неужели ты умеешь читать Библию? Не только умею все читать, ответил я, но даже и писать. Вы увидите на Библии надпись, что она моя, а вот и в паспорте моем означено тоже имя и прозвание. Капитан начал говорить. Эти мошенники беглые солдаты. Они жили в землянке и многих грабили. Их вчера поймал ловкий ямщик, у которого они хотели отбить тройку. Пожалуй, я выдам тебе твои книги, коли они тут есть. Но ты иди с нами на ночлег. Вот недалеко версты 4, а то не останавливать же этап и обоз для тебя. Я с радостью пошел около верховой капитанской лошади, да разговаривался с ним. Увидел, что он человек добрый и честный, и уже не молод. Он спрашивал меня, кто я, откуда и куда иду. Я все отвечал по сущей правде. И так мы достигли до ночлежной этапной избы. Он отыскал мои книги, мне отдал, да и говорит, Куда ж ты теперь ночью тебе идти? Ночуй вот у меня в прихожей. Я остался. Получил книги, я так был рад, что не знал, как благодарить Бога. Прижал эти книги к груди и держал до тех пор, что руки даже окостенели. Слезы лились из глаз моих от радости. И сердце сладко-сладко билось от восторга. Капитан, смотря на меня, спросил. Видно, ты любишь читать Библию. Я от радости не мог ничего на это ответить, только плакал. Он продолжал. Я сам, брат, аккуратно читаю каждый день Евангелие. При этом расстегнул мундир и снял маленькое Евангелие киевской печати. Все окованное серебром. Сядь-ка, я расскажу тебе, что к этому меня привело. Да подайте-ка нам ужинать. Мы сели за стол. Капитан начал рассказывать. Я с молодых лет служил в армии, а не в гарнизоне. Зная службу и любим был начальством, как исправный прапорщик. Но лета были молодые, приятели тоже. И я, по несчастью, приучился пить. Да под конец так, что открылась и запойная болезнь. Когда не пью, то исправный офицер. А как закурю, то недель шесть в лёжку. Долго терпели мне, наконец, за грубости. Шефу, сделанные в пьяном виде, разжаловали меня. Солдаты. На три года с перемещением в гарнизон. А если не исправлюсь и не брошу пить, то угрожали строжайшим наказанием. В всем нечастном состоянии я, сколько ни старался воздержаться, и сколько от всего ни лечился, никак не мог покинуть моей страсти. А потому и хотели переместить меня уже в арестантские роты. Услышав это, не знал я, что с собою делать. В одно время я с раздумьем сидел в казармах. Вдруг вошёл к нам какой-то монах с книжкой для сбора на церковь. Кто что мог, подали. Он, подошедший ко мне, спросил, что ты такой печальный. Я, разговарившись с ним, пересказал моё горе. Монах, сочувствуя моему положению, начал. Точно то же было с моим родным братом, и вот что ему помогло. Его духовный отец дал ему Евангелие, да и накрепко приказал, чтобы он, когда захочет вина, то немало немедля прочёл бы главу из Евангелия. Если опять захочет, то и опять читал бы следующую главу. Брат мой стал так поступать, и у него продолжительное время страсть к питью в нём исчезла. И теперь вот уже 15 лет капли хмельного не берёт в рот. Поступай-ка и ты так, увидишь пользу. У меня есть Евангелие, пожалуй, я принесу тебе. Выслушав это, я сказал ему, где же помочь твоему Евангелию, когда никакие старания мои, нелекарственные пособия не могли удержать меня? Я сказал это так, потому что никогда не читывал Евангелие. Не говори этого, возразил монах, уверяю тебя, что будет польза. На другой день действительно монах принёс мне вот это Евангелие. Я раскрыл его, посмотрел, почитал, да и говорю. Не возьму я его, тут ничего не поймёшь, да и печать церковную читать я не привык. Монах продолжал убеждать меня, что в самых словах Евангелия есть благодатная сила, ибо писано в нём то, что сам Бог говорил. Нужды нет, что не понимаешь, только читай прилежно. Один святой сказал, если ты слова Божие не понимаешь, так бесы понимают, что ты читаешь и трепещут. А ведь страсть пьянственная непременно по возбуждению бесов. Так вот тебе ещё скажу. Иоанн Златоустый пишет, что даже та самая храмина, в которой хранится Евангелие, устрашает духов тьмы и бывает неудобно преступно для их козней. Я не помню, что-то дал онному монаху, взял у него то Евангелие, да и положил его в сундучок с прочими моими вещами и забыл про него. Спустя несколько времени пришло время мне запить. Смерть захотелось вина, и я поскорее отпёр сундучок, чтобы достать деньги и бежать в корчму. Первое попалось мне в глаза Евангелие, и я вспомнил живо всё то, что говорил мне монах. Развернул и начал читать сначала первую главу Матфея. Прочитав её до конца, именно ничего не понял, да и вспомнил, что монах говорил. Ножды нет, что не понимаешь, только читай, прилежно. Дай, думаю, прочту другую главу. Прочёл, и стало понятнее. Дай же и третью. Как только её начал, вдруг звонок в казарме, к местам на койке. Следовательно, уже идти за ворота было нельзя, так я и остался. Встав поутру и расположись идти за винов, подумал, прочту главу из Евангелия, что будет. Прочёл и не пошёл. Опять захотелось вина, я ещё стал читать и сделалось легче. Это меня ободрило, и при каждом побуждении к вину я стал читать по главе из Евангелия, что дальше, то всё было легче, наконец, как только окончил всех четырёх евангелистов, то и страсть к питью совершенно прошла, и сделалось к ней омерзение. И вот ровно 20 лет я совершенно не употребляю никакого хмельного напитка. Все удивлялись такой во мне перемене. По прошествии трёх лет опять возвели меня в офицерский чин, а потом и в следующие чины, и, наконец, сделали меня командиром. Я женился, жена попалась добрая, нажили состояние, и теперь, слава Богу, живём да бедным помогаем по силе мочи. Странствующих принимаем. Вот уже и сын у меня офицером, и хороший парень. Слушай же, с тех пор, как я исцелился от запоя, дал себе клятву каждый день во всю мою жизнь читать Евангелие по целому евангелисту в сутки, невзирая ни на какие препятствия. Так теперь и поступаю. Если очень много бывает дел по должности, и утомляюсь очень сильно, то вечером, лёгше, заставляю прочесть надо мною целого евангелиста, жену мою или сына моего, и так неупустительно выполняю всё моё правило. В благодарность и во славу Божию я это Евангелие отправил в чистое серебро и ношу всегда на груди моей. Со сладостью я выслушал все речи капитана, да и сказал ему. Такой же пример видел и я. В нашем селе на фабрике один мастеровой был очень искусный в своём деле, добрый и дорогой мастер, но по несчастью тоже запевал, да и часто. Один богобойзненный человек посоветовал ему, чтобы он, когда захочется ему вина, проговаривал по 33 Иисусовых молитвы в честь Пресвятой Троицы и по числу 33-летней земной жизни Иисуса Христа. Мастеровой послушался, стал это исполнять и вскоре совершенно кинул пить. Да ещё, что через три года ушёл в монастырь. «А что выше?» – спросил капитан. «Иисусова молитва или Евангелие?» «Всё одно и то же», – отвечал я, «что Евангелие, что Иисусова молитва, ибо божественное имя Иисуса Христа заключает в себе все евангельские истины. Святые отцы говорят, что у Иисусова молитва есть сокращение всего Евангелия». Наконец мы помолились, капитан начал читать Евангелие Марка сначала, а я – слушать и творить в сердце молитву. Во втором часу за полночь капитан окончил Евангелиста, и мы разошлись на покой. По обыкновению моему я встал рано поутру, все ещё спали, и как только начало светать, я кинулся к моему любимому добротолюбию. С какой радостью я раскрыл его, как будто увиделся с родным отцом, бывшим в далёкой стороне, или как бы с другом из мёртвых воскресшим. Я лобызал его и благодарил Бога, возвратившего мне онное. Немедленно я начал читать Фиолипта Филадельфийского во второй части «Добротолюбие». Удивило меня его наставление, в котором он предлагает в одно и то же время одному и тому же человеку отправлять три разнородных дела. Сидя в трапезе, говорит он, «Телу давай пищу, слух учтение, у мужа молитву». Но воспоминания о прошедшем всерадостном вечере опытно на самом деле разрешила мне мысль сию. И мне открылась здесь тайна, что ум и сердце не одно и то же. Когда встал капитан, я вышел, чтобы поблагодарить за его милость и проститься с ним. Он напоил меня чаем, дал мне целковый и простился. Итак, я пошел в путь мой, радуясь. Пройдя сверсту, вспомнил, что я обещал солдатам целковый, который неожиданно теперь у меня есть. Отдать ли мне его им или нет? Одна мысль говорила мне, «Они тебя побили и ограбили, да и употребить его им в свою пользу нельзя, ибо они под стражей». А другая мысль представляла другое. Вспомни, что в Библии написано, «Если враг твой голоден, накорми его». Да и сам Иисус Христос говорит, «Любите врагов ваших, и еще, кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Евангелие от Матфея. Убедившись этим, я вернулся, и только что подхожу к этапу, всех колодников вывели, чтобы гнать на следующую станцию. Я скоренько подбежал, сунул в руки бывший у меня целковый, да сказал, «Кайтеся и молитесь, Иисус Христос человека любил, Он вас не оставит». И с этим удалился от них, и пошел в другую сторону по своей дороге. Пройдя верст 50 по большой дороге, вздумал я для большего уединения и удобнейшего чтения свернуть на проселок. Долго я шел лесами, изредка кое-где попадались и небольшие деревни. Иногда по целому дню просиживал в лесу, прилежно читая добротолюбие. Многое дивное познание подчерпал я из него. Сердце мое распалялось к соединению с Богом посредством внутренней молитвы, которую изучить я стремился при руководстве и проверке добротолюбием. И вместе с тем скорбел, что не нахожу еще пристанище, где спокойно можно было бы постоянно заняться чтением. В это время также читал я и мою Библию, и чувствовал, что начал понимать ее яснее, не так, как прежде, когда весьма многое оказалось мне непонятным, и я часто встречал недоумение. Справедливо говорят святые отцы, что добротолюбие – ключ к отверзению тайн в Священном Писании. При руководстве онным я стал отчасти понимать сокровенный смысл Слова Божия. Мне начало открываться, что такое внутренний, сокровенный сердце человек, что истинная молитва, что поклонение Духом, что Царствие внутрь нас, что неизреченное ходатайство совоздыхающего Духа Святого. Что будете во мне, что дай мне твоего сердца, что значит облечься во Христа, что значит обручение Духа в сердцах наших, что взывание сердечное, а во отче и прочее, прочее. Когда при этом я начинал молиться сердцем, все окружающие мне представлялись в восхитительном виде. Деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет – все. Все как будто говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божия к человеку, и все молится, все воспевает Слава Богу. И я понял из этого, что называется в добротолюбии видением словес Твари. И увидел способ, по которому можно разговаривать с творениями Божиими. Много времени я так путешествовал, наконец зашел в такое глухое место, что дня три не попадалось ни одной деревни. Сухари мои все вышли, и я гораздо приуныл, как бы не умереть с голоду. Как только начал молиться сердцем, уныние прошло, весь я возложился на волю Божию и сделался весел и покоен. Несколько пройдя по дороге, лежавшей возле огромного леса, я увидел впереди меня выбежавшую из онного леса дворовую собаку. Я поманил ее, и она, подойдя, начала около меня ласкаться. Обрадовался я и подумал, вот мне и милость Божия. Непременно в этом лесу пасется стадо. И, конечно, это ручная собака, пастуха, или, может быть, охотник ходит за охотой. Так ли, сяк ли, но, по крайней мере, могу хотя бы немного выпросить хлеба, ибо другие сутки не ел, или же могу расспросить, где поблизости есть селение. Повертевшись около меня и видя, что ничего у меня взять, собака опять побежала в лес по той узенькой тропинке, по которой выходила на дорогу. Я последовал за нею. Пройдя сажен двести, между деревьями, увидел, что собака ушла в нору, из которой начала выглядывать и лаять. Вот из-за толстого дерева выходит мужик, худой, бледный, средних лет. Он спросил у меня, как я сюда зашел. Я его спросил, зачем он тут находится, и мы ласково разговаривали. Мужик позвал меня в свою землянку и объявил мне, что он полисовщик и стережет этот лес, проданный на срубку. Он предложил мне хлеб и соль и завелась между нами беседа. Завидую я тебе, сказал я, что ты так удобно можешь жить в уединении от людей, не так, как я, скитаюсь с места на место, да толкуюсь между всяким народом. Если есть охота, говорит он, то, пожалуй, и ты здесь живи. Он недалеко есть старая землянка прежнего сторожа. Она хотя бы обвалилась, но летом-то еще жить можно. Паспорт у тебя есть, хлеба с нас будет, мне приносят каждую неделю из нашей деревни. Вот и ручеек, который никогда не пересыхает. Я сам, брат, лет уже 10 ем, только один хлеб допью воду и больше ничего не ем. Да вот в чем дело. Осенью, как отрабатываются мужики, то наедет сюда человек 200 работников и этот лес срубят. Тогда и мне здесь будет не у чего, да и тебе не дадут жить здесь. Выслушавши все это, я так возрадовался, что так бы упал ему в ноги. Не знал, как благодарить Бога за такую ко мне милость. О чем скорбел, чего желал, то теперь неожиданно получаю. До глубокой осени, еще слишком 4 месяца, и потому я могу в это время воспользоваться безмолвием и спокойствием, удобным внимательному чтению добротолюбия, для изучения и достижения непрестанной молитвы в сердце. Итак, я с радостью остался до времени жить в указанной мне землянке. Мы еще более разговаривали с приютившим меня простым братом, он стал рассказывать мне свою жизнь, свои мысли. Я был, говорит он, в деревне своей, не последний человек, имел мастерство, красил кумач, да синил крашенину и жил в довольстве, хотя и не без греха. Много обманывал по торговле, божился понапрасну, ругался по матерну, напивался и дрался. Был в нашем селе старый дьячок, у которого была старинная престаринная книжка о страшном суде. Он бывало ходит по православным, да и читает, а ему за это дают деньги. Хаживал и ко мне. Бывало, дашь ему копеек 10, да плоть, да петухов. Вот я бывало и слушаю, сидя за работой, а он читает, какие нам будут муки в аду, как изменятся живые и мертвые воскреснут, как Бог сойдет судить, как ангелы в трубы затрубят, и какой огонь смола будут, и как червь грешников будет есть. В одно время, когда я слушал это, мне стало страшно, я подумал, уж муки мне не миновать. Постой, примусь душу спасать, может быть, и отмолю мои грехи. Подумал, подумал, да и бросил мой промысел. Избу продал, и как бы был одинок, пошел по лесовщике, с тем, чтобы мир давал мне хлеб, одежду, да восковые свечи на богомолье. А так и живу здесь более 10 лет. Ем только по разу в день, и то один хлеб с водой. Каждую ночь стою с первыми петухами и до свету кладу земные поклоны. Когда молюсь, затеплеваю по 7 свечек перед образами. Днем же, когда обхаживаю лес, ношу вериги в два пуда на голом теле. По матерну не бронюсь, вина и пиво не пью и не дерусь ни с кем. Баб и девок отроду не знаю. Сначала мне так жить было охотнее, а под конец нападают на меня неотступные мысли. Бог знает, грехи-то отмолишь, а жизнь-то трудная. Да и правда ли в книжке-то написано? Где кажется воскреснуть человеку? Иной уже умер лет сто или больше, его уже и праха-то нет. Да и кто знает, будет ли ад или нет. А ведь никто с того света не приходил, кажется, что как человек умрет, да и сгниет, то так и пропадет без вести. Может быть, книжку-то написали попы да начальники сами, чтобы устрашить нас, дураков, чтобы мы жили поскромнее. И так, и на земле-то живешь, в трудах, и ничего не утешишься, и на том свете ничего не будет. Так что же из этого? Не лучше ли хоть на земле-то пожить попрохладнее и повеселее? Такие мысли борют меня, продолжал он, и боюсь, не принялся бы я за прежний мастеровой промысел. Слушая это, так, чтобы сколько можно помочь и поддержать веру в том братье, я достал из сумки добротолюбие, отыскал 109-ю главу преподобного Исихея, прочел и начал ему растолковывать, что воздержание от грехов ради страха мук неуспешно и неплодно, и невозможно душе освободиться от мысленных грехов ничем иным, кроме хранения ума и чистоты сердца. Итак, все это приобретается внутренней молитвой и не только прибавил я еще ради страха адских мук, но даже и ради желания Царства Небесного. Если кто станет совершать спасительные подвиги, то и это святые отцы называют делом наемническим. Они говорят, что боязнь муки путь раба, а желание награды в Царстве путь наемника. А Бог хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновнем, то есть из любви и усердия, к Нему, вели себя честно и наслаждались бы спасительным соединением с Ним в душе и сердце. Сколько не узнуряй себя, какие хочешь проходить телесные труды и подвиги, но если не будешь иметь всегда Бога в уме да непрестанно Иисусовой молитвы в сердце, то ты никогда не успокоишься от помыслов и всегда будешь удобно преклонен греху при малейших даже случаях. Примись ко брат беспрестанно творить Иисусову молитву, ведь тебе это можно и удобно в таком уединении. Ты скоро увидишь пользу, не будут и помыслы безбожные приходить, откроется тебе и вера и любовь к Иисусу Христу, узнаешь, как и мертвые воскреснут, и страшный суд покажется тебе так, как истина он будет. А в сердце то будет такая легкость и радость от молитвы, что ты удивишься и не будешь уже скучать да смущаться спасительным житием твоим. Далее, как мог, я растолковал ему, как начать и как продолжать беспрестанно Иисусову молитву и как заповедуют о том Слово Божие и получают святые отцы. Он, по-видимому, как бы изъявлял на то согласие и поуспокоился. После этого, я, расставшись с ним, затворился в указанной мне ветхой землянке. Боже мой, какую я почувствовал радость, спокойствие и восхищение. Как только переступил за порог этой пещеры или, лучше сказать, могилы, она представлялась мне великолепным царским чертогом, исполненным всякого утешения и веселья. С радостными слезами благодарил я Бога и размышлял, вот теперь-то уже при таковом покое и тишине надо пристально заняться своим делом и просить от Господа в разумление. Итак, начал я, во-первых, читать добротолюбие, все по порядку, сначала до конца, с великим вниманием. В непродолжительном времени прочел все и увидел, какая мудрость, святыня и глубина в нем содержится. Но как в нем писано о многих разных предметах и разнообразными наставлениями святых отцов, то я и не мог всего понять и свести в одно место всего того, что хотелось мне узнать, в особенности о внутренней молитве, дабы почерпнуть из того способ к изучению непрестанной, самодействующей молитвы в сердце. А этого очень хотелось по заповеди Божией через апостола. Ревнуйте о дарах больших. И еще, духа не угошайте. Думал, думал, как быть. Ума моего не хватает, понятия тоже, растолковать некому. Начну докучать Господу молитвой, авось Господь вразумить как-нибудь. После этого я целые сутки ничего не делал, как только был в непрестанной молитве, не переставая ни на малейшее время. Мысли мои успокоились, и я заснул. Вот и вижу во сне, будто я в келье покойного старца моего. И он толкует добротолюбие, да и говорит, сия святая книга исполнена великой мудрости, она есть таинственное сокровище разумений сокровенных судеб Божьих. Не по всем местам и не каждому она доступна, однако же по мере каждого разумевателя содержит таковые наставления для мудрых мудрые, для простых простые, а потому вам, простякам, должна читать ее не тем порядком, как расположены в ней книги святых отцов, одна за другую. Там этот порядок богословский, а не ученому человеку, хотящему научиться из добротолюбия внутренней молитве, должно читать его следующим порядком. Во-первых, прочесть книгу Никифора, монашествующего, во второй части, потом книгу Григория Синаита, всю, кроме кратких глав, Симеона, нового богослова, трех образах молитвы и слова о вере, и затем книгу Калиста и Игнатия. В этих отцах содержится полное наставление и учение о внутренней молитве сердца, понятное для каждого. А если еще понятнейшее наставление о молитве желаешь видеть, то найди в четвертой части образ молитвы, вкратце, святейшего патриарха Калиста Константинопольского. Я, как будто держа в руке мое добротолюбие, начал отыскивать сказанное наставление, но никак не мог вскоре найти онное. Старец сам перевернул несколько листов, сказал, «Вот оно, я тебе его замечу». И, подняв с земли уголь, подчеркнул онным на поле книги, против найденной статьи. Все, что старец говорил, я внимательно слушал и старался как можно тверже и подробнее помнить. Проснулся я, и так как еще не расцветало, то лежал и повторял в памяти все виденное мною во сне, и что говорил мне старец. Наконец, начал размышлять, Бог знает, душа ли покойного старца является мне или собственные мысли так подстраиваются, ибо я часто и много думаю о добротолюбии и о старце. С этим недоумением я встал, начинало уже светать, и что же? Вижу на камне, который был вместо стола в моей землянке, разогнутое добротолюбие на том самом месте, которое указывал мне старец, и подчеркнутое угольком, точно так, как я видел во сне. Даже и самый уголь лежал при книге. Это изумило меня, ибо твердо помню, что с вечера книги тут не было, она свернутая лежала у меня в головах. И так же верно знаю, что прежде никакой заметки на показанном месте не было. Этот случай уверил меня в истине сновидения и в богоугодности блаженной памяти старца моего. Вот я и принялся читать добротолюбие по тому самому порядку, который указал мне старец. Прочел раз, прочел тоже и в другой. И это чтение распаляло в душе моей охоту и усердие, чтобы все прочтенное испытывать на деле. Мне понятно и ясно открылось, что значит внутренняя молитва, какие средства к достижению онной, и что от нее бывает, и как она наслаждает душу и сердце, и как распознавать всю ее сладость, от Бога ли она, или от естества, или от прелести. Итак, прежде всего я приступил к отыскиванию места сердечного по наставлению Симеона нового богослова. Закрыв глаза, смотрел умом, то есть воображением в сердце, желая представить себе, как оно есть в левой половине груди, и внимательно слушал его биение. Так занимался я сперва по получасу, несколько раз в день. Вначале ничего не примечал, кроме темноты. Потом в скором времени начало представляться сердце и означаться в движении вонном. Далее я начал вводить и изводить Иисусову молитву вместе с дыханием в сердце по наставлению святого Григория Синаита, Калиста Игнатия, то есть втягивая в себя воздух с умственным смотрением в сердце. Воображал и говорил Господи Иисусе Христе, а с испущением из себя воздуха помилуй мя. Сперва я этим занимался по часу и по два, потом чем дальше тем чаще стал упражняться и наконец почти целый день провождал в этом занятии. Когда нападала тягость или ленность или сомнение, я немедленно начинал читать в доброволюбии те места, которые наставляют о сердечном делании и опять являлась охота и усердие к молитве. Недели через три начал чувствовать боль в сердце, потом некую приятнейшую теплоту вон, отраду и спокойствие. Это возбуждало и заохочивало меня более и более с прилежностью упражняться в молитве. Так что все мысли мои были этим заняты и я ощущал великую радость. С того времени я начал чувствовать разные повременные ощущения в сердце и в уме. Иногда бывало, что как-то насладительно кипело в сердце. В нем такая легкость, свобода и утешение, что я весь изменялся и прилагался в восторг. Иногда чувствовалась пламенная любовь к Иисусу Христу и ко всему созданию Божию. Иногда сами собой лились сладкие слезы благодарения Господу, милующему меня, окаянного грешника. Иногда прежнее глупое занятие так уяснялось, что я легко понимал и размышлял о том, о чем прежде не мог и вздумать. Иногда сердечная сладостная теплота разливалась по всему составу моему, и я умиленно чувствовал при себе везде присутствие Божие. Иногда ощущал внутри себя величайшую радость от призывания имени Иисуса Христа и познавал, что значит сказанное им «Царствие Божие внутри вас есть». Источник откровенные рассказы странника духовному своему отцу.